Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня. Комментарии». С вами Елена Чекунова, а в гостях у меня Елена Геннадьевна Марина, директор Тверского областного дома народного творчества. Елена Геннадьевна, вас приветствую. Здравствуйте. Очень замечательный повод, который привел вас к нам в студию. 2022 год. Указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина объявлен годом культурного наследия народов России, что очень важно. Такого еще не было, чтобы упоминался и культурное наследие, и народы России. Ведь у нас о Верхневолжье многонационально. Да, Ирина, вы совершенно правы. Мы очень ждали этого года, когда он наступил. Для нас это большая радость. И наши планы, наши идеи, наши мысли, они, конечно, направлены на реализацию всего задуманного, что мы приготовили в этот год культурного наследия народов России. И наша территория, наш Тверской край, помимо славянских, помимо русских, проживают здесь и карелы, и другие национальности. И вот год культурного наследия народов России – это такое всеобъемлющее, большое понятие, которое включает в себя и религиозную культуру, и 775 лет Тверскому княжеству, и юбилею путешествия Фанатия Никитина, и обретение мощей Ефрема Новотошского, и народные традиции, традиционная народная культура. Здесь действительно очень много. И чтобы не растекаться, мы выстроили свою работу в этом году так, чтобы немножко затронуть все аспекты, все аспекты вот такой большой, огромной темы. Кстати, всевозможные многочисленные диаспоры присоединяются к этой работе, которая существует на нашей земле? Конечно, конечно, присоединяются. Большое спасибо Людмиле Гусаровой, с которой мы сотрудничаем, и организации сотрудничества, где объединены все диаспоры. И они с удовольствием показывают свое культурное наследие, свою культуру, те особенности, которые существуют у них, в их жизни, в их деятельности. Надо сказать, что в Тверском областном доме народного творчества занимается ансамбль армянского танца. Это уже показатель вот такого содружества наших культур. Я понимаю, что очень большой график, такой широкий график. На что бы хотелось сегодня обратить внимание? Что может быть, какие фестивали, конкурсы перейдут уже региональный уровень и выйдут на межрегиональный, всероссийский? Да, я хотела бы обратить внимание на несколько проектов, которые мы задумали. Это, безусловно, наш областной открытый конкурс народного танца имени Татьяны Алексеевны Устиновой. Это наша гордость. Это наша гордость. Это наш бренд. И я знаю, что к нам стремятся попасть на этот конкурс. Достаточно жестко и профессионально. Профессиональные жюри у нас всегда. Мы предварительно всю область отсматриваем. Мы выезжаем. И на этих этапах самые лучшие номера, лучшие коллективы представляем уже на заключительные мероприятия, куда к нам приезжают гости из регионов России. Как правило, я знаю, что в этом году будет и Тула, и Орел, и Белгород, и Псков планируют приехать. Очень хотела Екатеринбург к нам приехать. От своих хореографов и от чинов жюри я слышу, что на других фестивалях очень ждут, когда к ним приедут тверские коллективы, потому что наша хореография, она интересная. Надо предполагать, что выступления этих артистов смогут посмотреть, как можно, ну, с учетом пандемических требований, конечно, люди придут, могут прийти и посмотреть. Да, конечно, можно прийти и на галоконцерт. К сожалению, у нас всего 50% в заполнении зала. Мы делаем трансляции, видеозаписи. Трансляции, они все у нас на сайте, поскольку у нас наши технологии сейчас развиты очень хорошо и сильные направления. Это сильное направление Тверского областного дома народного творчества. Но и, конечно, троицкие гуляния. Троицкие гуляния. Причем я хотела обратить ваше внимание, что каждый раз мы придумываем какую-то подтему. Не просто, ну, троицкие гуляния, их много в каждом регионе, но в нашем случае мы всегда через точку пишем, например, троицкие гуляния в прошлом году, троицкие гуляния славны были наши деды. Вот такое. А в этом году мы придумали такую подтему «В троицкий венок всяк вплетает свой цветок». Это говорит о содружестве народов, которые проживают на территории нашей области. И огромный праздник в музее Василева, куда мы приглашаем всех 11 июня. Мы постараемся в этом году удивить, придумать новые площадки, выступления коллективов, народных коллективов, национальных коллективов, которые есть у нас на территории нашего края. И еще хотела бы обратить внимание, что как раз в рамках троицких гуляний у нас проходит межрегиональный конкурс, фольклорный конкурс «Троицкие обереги». Этот конкурс поддерживает Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества. У него есть одна особенность. Он проходит на открытом воздухе. Что очень важно. Что очень важно в наших условиях. И поэтому зрители и участники, которые приезжают к нам, они с удовольствием приезжают, с удовольствием демонстрируют свое искусство. И тут же есть жюри, которое оценивает их выступление. И здесь же мы получаем результат. И опять же, приехавшие к нам гости, их приезжает из регионов порядка 18-19 регионов, они имеют возможность выступить на других площадках троицких гуляний. И таким образом наши посетители, нас всегда много посетителей, от 8 до 12 тысяч, могут увидеть всю нашу страну вот в этом году, всю культуру нашей страны в нашем межрегиональном фольклорном празднике троицкие гуляния. Культурное наследие, Елена Геннадьевна, и театр. Вот как здесь, здесь что-то вы придумали тоже свое в этом году? Да, в этом году мы вообще переформатировали нашу такую творческую составляющую по театральному любительскому творчеству. Вообще Тверской регион, это удивительный регион. Здесь возникли театры более 100 лет назад, любительские театры. И я хочу сказать, что по России мы, пожалуй, единственный регион, в котором есть сейчас три любительских театра, которым больше 100 лет. Если коснуться деятельности Тверского областного дома народного творчества, я, наверное, часто буду говорить, единственный в стране. Вот таким образом, потому что именно у нас есть музейно-выставочный центр, но этого, наверное, потом. Это тоже наши любимые. Это тоже, да, это немножко потом. Мы в этом году запустили новый театральный проект. Он называется «Сфера Т». И в этот театральный проект у нас входит не только конкурс любительских театральных взрослых коллективов. Отдельной строкой будет проходить конкурс, фестиваль-конкурс среди детских любительских театральных коллективов. Мы его вычленили. И будем уделять значительное внимание детским театральным коллективам. Также в этом проекте онлайн-акция, которая посвящена театрализации басни Крылова. Она называется «Аларчик просто открывался». И еще одна акция в рамках этого проекта, такого мы еще не делали никогда. Мы придумали обменные спектакли. Между коллективов много у нас театральных. И вот между театральными коллективами, между территориями, между муниципальными образованиями. Это внутри Тверской области, да? Да, внутри Тверской области. Ну, это как у нас Тверской драматические театры. Они ездят, показывают, что мы можем, допустим, в ту же Воронежскую область, а оттуда к нам. Да, 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 оттуда там. Но это любительские театры. И мы впервые запускаем масштабный, вот другого слова не могу сказать, масштабный, огромный фестиваль народного творчества на просторах Верхней Волжья. Каждое муниципальное образование должно представить 30-минутную программу. Это либо концертная, либо театрализация, какая-то лучших достижений народного искусства своей территории. Своего района. Своего района, да, своей территории, своего муниципального образования. И там много параметров, где мы оценивать будем и программы, и лучшие номера. И затем лучшие из лучших, лучшие номера, уже в ноябре в огромном галоконцерте мы покажем весь цвет нашего народного искусства. Надеюсь, что это будет большая площадка, либо драматический театр, либо на сцене областного дворца культуры «Пролетарка». Вот такой вот огромный проект, где будут принимать участие все муниципальные образования. Это будет здорово. У нас, к сожалению, программа подходит к концу. Елена Геннадьевна, где можно узнать о планах? Например, человек посмотрит, куда пойдем мы в эти выходные. Ну-ка, открывает. И вот это меня заинтересовало. Вы знаете, спасибо вам большое, что приглашаете. Мы можем говорить о наших планах, о наших выставках, о наших мероприятиях. Ну и, конечно, на сайте Тверского областного Дома народного творчества, в сети интернет. То есть на месяц вперед человек может посмотреть, куда что может сходить. Да. И последний, вот так и хочется, вопрос, который непосредственно связан с годом культурного наследия. Культура жива, наследие живое. Интерес есть у людей? Вы знаете, очень радует, что это интересно молодежи, прежде всего. Дети, молодежь. Насколько хочется уйти от того, что мы сейчас слышим. А традиционная культура, народная культура, она всегда была, жива. И в этом, наверное, уникальность нашей страны. Будем в это верить. Напоминаю, друзья, что сегодня в гостях у меня была Елена Геннадьевна Марина, директор Тверского областного дома народного творчества. Спасибо огромное. Пусть за культуру и будет будущее. Спасибо. Не болейте. До свидания. Всего доброго.